Сергей, в сети широкую огласку получила ваша перепалка с Александром Емельяненко. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось и где здесь правда, где ложь? Он был пьян, наверное, выпил опять после очередного попоя, решил дать интервью, чтобы привлечь к себе внимание. Ну вот я его немножечко отрезвил, чуть-чуть, дать интервью. Повторяю, бросает для того, чтобы привлечь внимание, чтобы хоть какие-то деньги ему заплатили, где-то хоть что-то, хоть что-то, может быть, заработать, может быть, что-то, чтобы о нем опять заговорили, услышали. Сегодня о нем говорят только все люди, даже которые там в Китай куда-то ездил, он куда-то тоже ездил, какой-то там дебош устроил в Корею, какую-то драку устроил, чуть не посадили. Там где-то в каких-то ресторанах, ну, просто человек неадекватен, и люди от него отворачиваются. Я бы с удовольствием провел тренировочный сбор с Федором, с удовольствием бы потренировался, но там есть Саша Емельяненко, которого я терпеть не могу, которого я просто за здоровый образ жизни, а не тренироваться с алкоголиками разными, с непонятным взглядом на жизнь с людьми. Так что Федором я бы с удовольствием провел бутбол. Я хорошо знаю тренеров, все-таки мы тренировались во время вместе, и все. Так что почему нет, почему нет, я только за. Александр, что вы можете ответить на высказывания Сергея? На все там, ну, Харитоново обвинение я бы дал эти самые нормальные такие полные здравые пояснения. Вот, не понимаю, откуда у него возникло вот это вот желание. У него в каждом интервью, ну, посмотрите даже, что он там говорит, он сам себе противоречит. То он хочет заниматься с Федей, то его Федя нахуй послал, то еще что-то, блядь. На самом деле он сам слился, блядь, когда у нас была другая промышленная компания. Вот, его тянули за собой, его звали, его вывели на уровень прайда, вот, дали ему дорогу, научили его, ну, передали знания там, вот. Вот, помогли ему вывести, ну, потом он сам обосрался, слился, вот. И он там везде говорит, что Федя с ним общаться не хочет, ну, не знает. Меня почему-то там с камнем преткновения делает, хотя я там вообще ни при чем. Ну, Федя сам взрослый, понимает, выбирает, ну, и как бы круг общения себе делает. Так же и спарринг-партнеров, вот, так же и тренировок, все он сам себе выбирает. Так же, как и я, так же, как и Харитон. Вот, поэтому Харитон, он, ну, на жопе заедет, тем более я ему сейчас условия поставил. Ну, подобосрался он. Если он готов, вот, я сейчас еще раз, ну, посмотрю там пару дней, ну, не пару дней, там, до конца месяца, еще куда. Ну, мне кажется, Харитон, надо как-то его вытянуть и задать ему этот прямой вопрос. Если он готов, ну, что, пиздеть языком, вот, то надо нам где-нибудь будет тогда пересечься, блядь, и до конца дозавершить парень. Не готов, ну, мне кажется, он уже на такие условия, он редко согласится, так посидеть, попиздеть день, там, из Голландии, блядь, страны проституточные, блядь, куда он и уехал. Вот, у него ума хватает, да, соответствовать сказанному. Вот, у него сразу времени нету, желания, блядь, вступать в конфликт и перепалку с Александром. Ну, тогда пусть вообще нахуй сидит там, блядь, в стране пидорасов, блядь, и молчит, блядь, спокойней будет и целее. Сергей, известно, что после проигранного боя Александра Емельяненко в 2006 году вы неоднократно пытались выйти с ним на реванш. Как сейчас обстоят с этим дела и интересен ли вам бой с Александром? Дело в том, что сегодня он мне просто неинтересен, неинтересен. Ну, все знают, что Александром. Мне это неинтересно, почему в свое время, когда он был в нормальной форме, когда я там был травмирован, я еще до травмы его вызывал на бой, точнее, мои менеджеры его хотели за бой организовать. Он бегал, вот. После чего, как говорится, когда я получил травму, он резко согласился на бой. Ну, я не стал, как всегда, включать заднюю, потому что так нужно было. У меня был контракт, мне некуда было деваться, что мне японцы сказали, что надо ехать. И я поехал. После чего несколько раз предлагал реванш, но Александр каким-то образом постоянно с него соскакивал. Александр неинтересен никому на сегодняшний день. Ни в какой версии он, нет, ни рейтингов, ни где-то у него там, везде его языки-патиты, его там никуда не зовут. Вот, и все знают, что он пьяница, дебошир. Ну, кому, кому, кому просто это интересно, я не знаю. Если только самому Александру, чтобы выйти, и сколько-то ему заплатили в денег. Вот и все. Он уже выходит там против ветеранов. В Хабаровске где-то вышел там. Парня привезли для того, чтобы Александр его победил, но Александр и этого не смог сделать. То есть, в принципе, это просто, на сегодняшний момент, это просто неинтересно. Александр, а готовы ли вы в свете последних событий принять вызов на бой от Харитонова? Ну, конечно же, я готов. Вот, ну, как бы давайте сначала, ну, мне кажется, надо с ним сначала этот конфликт дозавершить. Вот, где он там, ну, вафельник свой разевает и хуйню разную меня плетет на Федю, блядь. Вот, а потом уже решать вопросы по поводу боев с ним. Ну, что это, с этой проституткой выходить, драться, блядь. Ему уже самое время юбку одеть, блядь, и ходить к ней тусоваться. Юбки, блядь. Не знаю, почему он туда съехал, может, он съел уже давно, блядь, хуй отрезал, дырку вшил, блядь. Вот, я знаю, там, в Голландию уехал, блядь, о, в Голландию, в этом. Там все жилье купил, там, в Голландии, блядь. Вот, по ге-парадам тусовался, блядь. Сейчас туда в гей-страну, блядь, съебался, где ему каждая девушка присадить сможет, блядь. Так что, блядь, ну, как бы я всегда готов с Харитоном. Я и не увиливал до этого отбоя, который он, вот, был у нас в Прайде состоялся. Я не хотел, он там, Харитон говорит, что его, там, я вызвал на бой, там, еще что-то он там травмирован был. Ничего он не был травмирован. Ну, почему этот бой у нас состоялся, я не хотел выступать с Харитоном. Ну, так как, как бы там ни было, мы вместе тренировались, вместе, там, ну, дружили, там, что-то вместе мы делали. Вот, ну, у меня такое отношение, знаете, как бы, я, ну, против друзей на ринг не выхожу, там. Вот, есть очень много спортсменов, бойцов, с которыми можно было драться. Да и это, ну, как бы, ну, глупо мы с одной стороны вместе. Вот, тем более на тот момент мы, ну, когда в Прайде дрались, там было очень много хороших спортсменов, бойцов. Просто, когда мы разбежались, вот, с Харитоном, мы его за собой тянули, говорили, Харитон, пошли со мной. И он испугался, что у нас ничего не получится, вот, и нас подзадушат. Через какое-то время он уверовал в свои силы, начал бить себя в грудь, говорить, что он следующий чемпион Прайда, что он Федю побьет. И начал вызывать Федю на бой. И это есть источники, ну, азиатских СМИ, где он, там, бьет себя в грудь, там, пальцем тычет, что он следующий чемпион Прайда, и что он побьет Федю. Вот, по каким причинам Федя перестал с ним общаться. Ну, и там еще существует после этого ряд моментов, когда ему, ну, шли навстречу, а он, ну, примерно так же себя по-скотски вел. Вот, но Федя ему, блин, говорит, о, Харитон, блин, непорядочный какой. Я ему говорю, давай я с ним подерусь сначала. Вот, как бы стал такой, понимаете, ступенькой для Харитона. Если бы он меня побил, он по-любому бы выходил бы на Федю. Вот, ну, побить меня не получилось у него. После этого он подзаткнулся, пропал на какое-то время, опять там, я не знаю, что-то начал там делать. А сейчас он начал говорить, что я его вызывал на бой, еще что-то делал. Ну, мне нахуй не нужен был Харитон с того момента, как мы с ним разбежались. Вот и все. Вот такие вот, почему, ну, я не знаю, что у него. Сейчас его опять куда-то понесло не в ту сторону. Вот, он после Федяного боя, а перед Федяным боем там какие-то заявления делал, еще там что-то делал. Вот, ну, блядь, я, ну, меня вообще не интересует ни как личность, ни как спортсмен, ни как человек. Вот, я знаю, что это животное. Я сейчас прошел, ну, как бы всю комиссию, вот, по этой самой. Сейчас только вот сдал анализы. Мне сейчас поступили предложение, ну, там, по этим самым выступать. Вот, я только что сделал себе медицинскую эту, всю медицину прошел, начиная от томограммы, там, заканчивая, ну, всеми анализами, невропатологами, кровью, все я сделал. Вот, мне все чисто, я здоров. Вот, а по поводу, вот, заявлений людей Харитонов, я ему поставил условия, ну, и, как бы, посмотрим, что он, если он считает себя правом, ну, значит, он должен будет согласиться и пойти, там, а не так отнекиваться, посмеиваться, блядь. Вот, как бы, вот, касается, ну, серьезных моментов, серьезных заявлений Харитоновых. Вот, и просто, ну, его счастье, что он за малым не допизделся, вот, до простреленных ног, блядь. Сергей, вы остались единственным представителем из России, который представляет нашу страну на гран-при тяжеловесов, и, в частности, остались единственным участником турнира из клуба Golden Glory. Скажите, что для вас является первостепенным, все-таки, деньги или результат непосредственно в этом мероприятии? Я согласен, здесь, здесь, я, в первую очередь, патриот, выступаю за свою страну, представляю свой клуб на этих соревнованиях, для меня престижно выступить и победить. Ну, а деньги, само собой, то есть, как для каждого человека, это необходимый элемент, за который мы грубим свое здоровье, за что мы бьемся, за что мы выступаем. Мы должны как-то существовать, как-то жить, как-то обеспечить свои семьи. Так что, это тоже немаловажный момент. Александр, а каков будет ваш прогноз на поединок Сергея Харитонов в Джош Барнетт? Да, блядь, я не знаю, Харитон, блядь, сейчас он в Golden Glory, вот, да, в принципе, и у Барнета там оно то же самое, он уже, да, он старый Барнетт, вот, если он полезет там, бода с Харитоновым, вот, отгребет, вот. Сейчас в Golden Glory очень хорошо практикуется поедание гормона роста, вот, как бы, ну, и на это... Как бы результат налицо, вот, начинает там с Элистера, там, с Харитона, там, еще со всех, с Шилта, там, ну, как бы, вся эта бригада, вот. Ну, и как бы им сейчас попроще стало выходить на ринг, вот, и работать с такими стариками, как, ну, Барнетт. Барнетт очень хороший, опытный боец, вот, в принципе, тоже он не, это самое, не брезгует, вот, такими вот заморскими витаминами. Он за это же был дисквалифицирован, кстати. Да я не знаю, как, мне они оба, как бы, так, не интересуют, вот, эти оба спортсмена. Я когда с Барнеттом дрался, у меня температура была, вот, я в первом раунде выпустил весь запал, и на второй мне не хватило. Так бы я, что одного он побил, что и второго побил, вот, там, буквально не хватило мне. По молодости лет чуть-чуть опыта, ну, и так, немножко выносливости. Потому что я выходил на бой с Барнеттом с температурой, как раз, меня тогда врачи не хотели допускать. Но так как это был самый такой, ну, серьезный, ответственный турнир, гран-при, где были лучшие спортсмены там собраны. Вот, а я как самый молодой боец Прайда, мне очень хотелось, вот, в нем поучаствовать. Это для профессионального боксера, как, ой, для профессионального спортсмена, как, ну, для любителя Олимпиады. Вот. На тот момент это была самая престижная версия боев, и, как бы, самые лучшие спортсмены там были собраны. Поэтому я очень попросил врачей, чтобы они меня допустили. Вот, они мне дали бумагу под мою ответственность. Вот, я расписался и пошел выступать, вот. Ну, думал, что смогу побить Барнета в первом, на первых этих. Ну, как бы, я его бил, бил 10 минут. И у меня весь мой пыл, вот, все мое, все мое выносливость, она ушла. За детей. Ну, и Барнета потом попался на болячку. Вот. А Харитон, он, я не знаю, ничего особого, когда я с ним выступал в бою, он мне не показал. Он, ну, пропустил я их в него, но, как бы, восстановился. Я работал снизу, вы видели, что он не умеет добивать, не умеет Харитон делать болевые приемы, вот. С выносливостью я не знаю, как у него сейчас. Вот, ну, как бы, если он может, то, ну, это, в принципе, тяжелый вес, оно. Вы увидели сейчас по последнему бою Федора, что там, ну, как бы, любой удар может ставить. Ну, решающим. Вот, что получилось, ну, как бы у Феди. Он, вроде, все это, ну, под контролем держался, было нормально, но пропустив от Хендерсона удар, он чуть-чуть поплыл. Вот, поэтому все, что угодно может быть. Также, ну, был пример, когда он с Фуджитой в обмен пошел. Вроде Фуджита борец из-под жопы куда-то кинул руку, там, в его сторону. Даже не в бороду, а в область головы попал, там, ну, Федю закачало. Вот, поэтому здесь может быть все, что угодно здесь. Как бы я прогнозов не ставлю, ну, и, не знаю, ни на кого там особо там нет. Есть бойцы, которые лучше, что одного, что второго. Вот, есть бойцы интереснее, которых можно посмотреть. Ну, вот, будем смотреть их, бойцов, которые получше. Александр, расскажите, в какой вы сейчас находитесь в форме и какие у вас планы на ближайшее будущее? Сейчас я в отличной форме. Вот, сейчас очень много предложений мне поступает. И от боксеров поступают мне сейчас предложения побоксировать. И из, ну, из других, там, ну, этих самых организаций по смешанным единоборствам поступают. Вот. Ну, как бы я смотрю, убирают лучше. Сейчас набрал форму, буду теперь ездить драться. Сергей, что можете пожелать Александру Емельяненко? Я желаю Александру перестать петь, дебоширить и все-таки стать на путь истинный.